всем доброй ночи дорогие мои вот сегодня я нашел время пораньше приехал ну пораньше как половина восьмого уже сейчас же идет уже отсчет зимнего времени можно сказать потому что уже 7 часов уже темно ну на улице уже прохладно очень много дел сделал устал но все равно прочитав ваши комментарии на те которые можно было ответить комментариях ответил на те которые надо вот словесно говорит я думаю в вечерном гаргере вам намного будет доходчивее я бы сказал ну и у меня еще и продолжается друзья мои подписчики которые знают мои личные контакты по ватсапу по мессенджеру отправляет мне ролики разные ролики разных блогеров но по этим делам я тоже поставил сообществе ну законодательство которые сейчас вышли по поводу того чтобы рекламировать квартиры все такое ходить сейчас ужесточается очень законы спугляться вот это сейчас государство взялось за эти дела государство взялось за эти дела я уже говорил вам что турция как у русских медленно запрягает но быстро едет вот про россию говорят что русский год медленно запрягает но быстро ездит то что тут так же самое да тут такая же да что очень долго наверняка уже посмотрели вот власть имущие все все как говорится государственные люди и вот началось видите как видите 50 с лишним миллионов штрафов штрафов уже да столько задержанных людей именно вот таких вот рекламодателей но все равно людям как говорится это вы отправили видео одного из блогеров из анталии который тоже показывает но я думаю вы уже давно уже давно уже вы разбираетесь отлично разбираетесь о чем идет речь когда вы даже смотрите на строительство уже нельзя вас обманывать уже вы даже наверняка видели в ролике самому что даже человек показывает каком состоянии дом толщина стены уже я прочитал этот комментарий вы сам правильно написали большинство что действительно это и такие суммы цены вот но человек далекий от строительства человек далекой от строительства человек не имеющий вообще строительного образования когда вот это самое это самое страшное но вообще сейчас мы такое время живем что большинство людей занимается не тем для чего были обучены получить строительное образование это очень тяжелое я бы сказал тяжелое дело потому что это техническое образование высшее техническое образование там и сопромат и все все это термех вы сами знаете да я уже не говорю об остальных это вот строительные конструкции там строительные материалы технологии строительного производства в общем все короче курсовые короче защита диплома чего одного один чего стоит там 150 листов только пояснительные записки сейчас не знаю как защищает но в мое время было очень это самое вот ну да и сейчас я думаю все равно получит высшее строительное образование техническое высшее строительное образование это не каждому как говорится да но вот даже просто техникум закончить тоже это там тоже есть курсовые там тоже из защита дипломов все все строительного профиля очень трудный процесс очень трудный процесс это просто так нельзя поэтому когда человек показывает жилье, он должен иметь какое-то представление о конструкции дома, обо всем, короче, да, я как посмотрел, что, ну, мне смешно стало, ну, ну, что говорит, есть такая поговорка, people have it, да, people have it, и поэтому, ну, что, где-то проканает, но это уже тоже нельзя, это уже тоже нельзя, вот, я иногда прогулки делаю именно для здоровья с теми людьми, которые моего возраста, да, среди них есть и пенсионеры, и те, которые работают в строительной сфере, от них я многому учусь тоже, вот, и по всем остальным вот этим делам, вот здесь как это, потому что учиться никогда не поздно, что здесь происходит на рынке недвижимости, они тоже говорили про это, что уже идут, грядут перемены, что будет очень-очень жестко, вот, очень-очень жестко, вот, дурит уже, людям уже пихать уже, вот, картонные стены, эта квартира уже не получится, вот, и ну, еще все равно строят, пока еще, я же говорю, не пуганные, это, да, как говорится, они не пуганные еще, но я думаю, что до них тоже дойдет, поэтому я посмотрел, ну, я и выставил это самое, теперь по остальным этими, вы знаете, вот, есть хороший комментарий, есть, конечно, которые действительно, я уже написал, что психушку надо, действительно, людей, есть люди, по которым психушка плачет, да, ну, неизлечимые это, вот, есть люди, которых действительно, в порядочном обществе даже, как бы, я бы сказал, даже воды подавать бы не вызывали, да, ну, сейчас время такое, каждый, что это самое, пишет, вот, как говорится, диванные рыцари, диванные рыцари, диванные умники, есть такая даже поговорка, сейчас современная, если, говорит, раньше знали только семье, что ты придурок, да, теперь, после того, как ты вышел из соцсети, уже все знают, что ты придурок, короче, да, есть такие тоже люди, а вообще, вообще, как мне в Томске говорил, один мой хороший, такой знакомый, профессор, университета, старичок такой, доктор наук, вот, у меня компашка такая была, Николай Викторович, и Ольга Михайловна, она тоже доктор наук была, вот, профессор госуниверситета, вот, доцент, она была, завкафедр, доцентом, и вот, разговаривали, я вот, были такие, которые, вот, в моей жизни встречались, такие, вроде бы, состоятельный, да, вроде бы, и богатый, ну, шарик шариком, да, настоящий, и тогда они говорили, что настоящих, интеллигентных людей, еще в семнадцатом году, говорят, уничтожили, а то, что, говорят, сейчас, это, говорит, переодетые, говорит, волки, говорит, овечьей шкурой, вот, и они говорили, что, говорят, сейчас от людей можно ждать все, что угодно, все, что угодно, вот, нормального человека, говорят, это самое, достаточно дать ему стакан водки, вот, и если этот человек после стакана водки поведет себя нормально, так же, как это, это самое, но если этот человек из 100%, говорит, это раскроет, свою сущность, какую он есть, вот они оба говорили Михайловну тоже про это дискуссировали мы вот так вот и она говорила что все говорят вот эти которых выгнали в 17 году остальные говорят 37-38 их не говорит теперь дети говорит стали говорят интеллигентами это говорят лжи интеллигенты вот как бы они не старались говорят себя корчат от этого не получится у них крови нет генетическом уровне нет если помните когда союз развалился у всех мода пошла дворянские титулы покупать даже если помните фильм был такой по моему зимняя вишня что ли одному человеку нужно было именно дворянка а эта дворянка работала чуть ли не уборщицей что ли кем-то там это вот так что настоящие дворяне настоящие интеллигенты действительно стали дворниками уборщиками уборщиками я честно скажу вам да я много видел даже может вам смешно будет да это я при жизни в Томске я видел очень много бомжей которые сугубо интеллигентные люди а он бомж просто обдурили у него и квартиру потерял все потерял и бомжуют образованнейшие люди вот я видел и таких я видел таких людей вот самое страшное как когда-то говорили вот мы сейчас обижаемся на жизнь тоже да вот у нас вот почему у нас не так почему это самое вы знаете в Туркмении есть такая поговорка то есть ягненок который потерял родителей да который ну такой да подкидыш да который от него главой стада никогда не будет вот самый страшный повелитель есть этот повелитель он будет правитель да который будет из рабов из рабов вот и у него никогда глаза не насытятся это человек никогда не сможет о своих людях думать это только о себе будут поэтому говорят если клоун клоуна говорит привести во дворец вот он не перестанет быть клоуном просто дворец превратится в цирк то же самое да вот например какого-нибудь жандарма да поставить головой как это да государство или что-то это не перестанет он быть жандармом просто он страну превратит в тюрьму понимаете страну превратит в тюрьму когда-то был такой директор ЦРУ я уже не помню его фамилию 30 лет он был директором ЦРУ его хотели поставить это на выборы президента США он отказался и когда у него спросили почему вы отказываетесь у вас кандидатура подходит все-все он говорит нет я не смогу потому что я гасиловик я не смогу быть главой государства понимаете поэтому я же говорю все изменилось сейчас все изменилось сейчас сегодня я посмотрел пару роликов как один депутат короче столько-то там домов сколько-то там заводов обанкротил взял и никак не угомониться там 20-30 заводов обанкротил никак не насытится никак там это вот такой каналчик из самых интернета ну человек глаза голодные понимаете глаза голодные глаза голодные он никак не насытится он потому что до этого он никогда досыта не ел досыта не ел досыта в детстве не евший человек вырасти неполный такой обстановкой неполной семьи Он никогда не будет этим Он всегда будет брать и брать Он никогда не успокоится Он не будет знать Как простой народ живет Многие думают Он сам и сирот Он будет думать Ничего подобного Ничего подобного Поэтому Мы иногда обижаемся На людей Например Кто-то так-то с нами поступил Кто-то например получил помощь Перестал и звонить И общаться Мы не должны обижаться Мы должны это воспринимать Как есть Потому что сейчас время изменилось Сейчас время изменилось Вот Время такое Время сумасшедшее Понимаете Непонятно Честно смотрю Я на людей смотрю Мне иногда кажется Что Медицина тут бесполезна Медицина тут бесполезна Понимаете Медицина бесполезна Вот И про москвичей Я не про всех москвичей Я москвичей Москвичи такие же люди Но За 10 лет Я с ними сталкивался Раз 5 И в Анталии И здесь было дело Ну не хочу ничего говорить Но Я бы не сказал Что вот так вот Да вот человек вот Сегодня с тобой Это сам за столом сидит И говорит Будем как бы Дружить Любить друг друга Уважать друг друга Вместе на рыбалку Да И На следующий день Нету Все Этого человека Да После того Как говорится Получил помощь Как-то странно Но это не странно Это Должны мы принимать Это как данное Как данное Потому что Ну сейчас время такое Это мы Вот наше поколение С вами Да Которые порядочные Которые выросли И люди Да Мы когда Этого человека Где бы не увидели Это самое Все время Как Это самое Благодарит Это Нет У людей такого нет Сейчас нет такого Сейчас дорога Ложка к обеду Все И не надо На это обижаться И не надо На это обижаться Понимаете Вот И По комментариям Я прочитал Есть такие Которые понимают Что здесь происходит В Турции Есть которые Есть претензии Да Я уже сказал Про это Что Турция Очень такая Толерантная страна Вот Сколько лет После распада СССР Это было Само И сейчас Это остается Вот Мир Вы правильно Написали Вы отдохнули Недавно Уехали Вот Самым таким Бюджетным Высокосервисным Местом Для отдыха Наших Наших Постсоветских Граждан Для этого Для этого Надо определенный Войти В менталитет Вот Я даже Вот Получив Гражданство Всегда много Думаю Да Гражданство Это Ничего подобного Гражданство Наоборот Поручение Гражданства Человека Обязанности Тоже Возлагает Понимаете Вот Я раз в месяц Обязательно Даже по пути Вот Проеду Через Почтовое отделение Своего удостоверения Личности Кем ли Даю Это Само Там Я говорю Посмотрите Пожалуйста У меня есть Какие-то долги По налогам По страховке По машине Раз-раз Открывают А у вас Гражданство Сколько-то Это Задолженность Есть Я говорю Возьмите Сразу Оплачиваю Чек Беру Ложу В свой архив За машину Долг За квартиру За страховку За все остальное Я все время Плачу На завтра Я ничего не оставляю Поэтому я Когда открываю Свой личный кабинет Это называется Едевлет У каждого Есть личный кабинет Здесь Едевлет Это по российским Аналогам Госуслуги Я открываю Свою Эта страницу У меня там Написано Так Медицинское Нажимаю Так Страховка Активная Все Актив Это значит Все нормально Оплачено Там написано Столько-то Оплачено Столько-то Мне до Пенсионного Этого Остало Столько-то Это Нажимаю На автомобиль Ездишь Штраф Ага Вот там-то За превышение Скорости Было Так 432 лиры Пошел Отдал Оплатил За 350 Потому что Быстро Так Нажимаю Есть Какие-нибудь Претензии Ко мне Какие-то Открываю Нет Никаких По-разному Пробиваю Сам Тоже Это Жизнь Здесь Если хочешь Жить Нормально Да и везде Это Так же Какая разница Турция Или Россия Казахстан В Америке Ты должен Быть Законопослушным Гражданином Законопослушным Гражданином Следить За всем Налоги Платить Вовремя Страховки Платить Вовремя Чтобы К тебе Никаких Претензий Не было Ни от Кого Вот Поэтому А то Что Вот Ужесточение Вот это Все Это Это Тоже Я вам Сказал Что Это Веление Времени Веление Времени Вот Я Когда Первый Раз Оформлял В 2014 Году Я Уже Вам Рассказывал Что Я даже Не знал Куда Ити Даже Не знал Кому Обращаться Вот И Интернет Открыл Там Короче Русское Общество Наше Короче Там Сказали Что Помощь Оказывают Я Позвонил Девушка Взяла Видимо Дежурная Или как Я не знаю Она Мне Вопросы Давает Ваш Рост Ваша Вес Сколько Вам Лет Там Все Такое В общем Короче А потом Вы член Наш Общество Надо Заплатить Взнос В общем Все Такое Я понял Что Блин Я говорю Ёлки Палки Это Еще Доход Справка Доходов Все Тогда Обязательно Показывали Надо Было Показать 6 тысяч Долларов На Одного Взрослого Человека Бот Банки Тоже Было Строго Но Я Соседу Я говорю Ты не знаешь Где здесь Я говорю Вот это Миграционная Служба Здесь Называется Тогда Она Не Была В Анталь На Том Месте Это Туда Потом Перевели В другом Месте Было Со Строго Там Тоже Народа Много Было И Там Азербайджанка Женщина Дай бог Ей Здоровья Вот И Двое Сыновей У нее Вот И Я Приехал Он Меня Привез Вот Здесь Говорят Миграционная Служба Вот Оставил Уехал Я Думаю Найду Кого Небудь Кто Небудь Подскажет Че Это Вот И Смотрю Она Разговаривает Со Своими Сыновьями По Русски Она Оказывается Из Баку Но Она Долго Жила В России И Дети Рамотно Образованные Такие Парни Вот Я Говорю Сестренка Вот Так Вот Она Говорит Вот Пожалуйста Вот Здесь Дойдете Вот Эту Будочку Там Говорит Фирма Которая Познакомился Я Паспорт Дал Вот Сразу Быстренько Страховку Сделал На фотографии Четыре фотографии Я там же Фотографировался Быстренько Вот И У меня Банковские Я уже Сделал У меня Был Выпуск Из банка Это Говорит Вот Окошко С улицы Тогда Подавали Окошки Были Такие Я Подал И Все Короче Но Пришлось Ждать Долго Тогда Мне Кажется Даже Три Месяца Я ждал Пашти Пашти Три Месяца Ждал Давали На Год Вот Но Все Банковские Обязательно Было Потом Это Было 2014 15 16 До 16 Года Еще Было Это Самое Даже 15 Еще Деньги Показывали А Вот 16 17 16 Тоже По Моему Показывали 17 18 19 Три Года Уже Отменяли Уже Начали Давать По Два Года Тогда Вообще Была Лафа Короче Там Не надо Никак Банковских Только Лишь Чтобы Топу Были Или Договор Был Чтобы Все Давали Людям По Туристик На год Давали У кого Есть Топу Вот На Какой Курятник Короче Какая Там Сумма Не важно Сколько Там Сумма Вот И давали Это Самое На Два Года Все Вот Все Я же говорю Это Веление Времени Я вот Разговаривал С теми Людьми Которые 20 25 Лет Назад Сюда Переехали Они Гражданство Получили Оказывается В течение Года Без Никаких Даже Полгода Не прошло Год Получили Но они Пожа Мужество А были Которые Даже Это самое 90 Годах За год Получили За год Гражданство Получили Турецкое Гражданство У меня есть даже одна знакомая Она живет в Москве Она уже давно В Москве Замужем Все Она 30 лет назад Здесь была Замужем Где-то год Она была Она Гражданство Получила Но разошлись С мужем И уехала Год она была Вот Она гражданка Турции Она и российское Гражданство У нее Это и Турецкое Гражданство Хотя у нее Супруг Все В России Давно Живет Вот Но вот Она сейчас Хочет переехать Сюда С мужем Вместе Или в Анкаругат Или какой-то Другой город Вот В течение года Давали Гражданство Вот Потом стало Видите как Уже Женщин много Стало И Я же говоря Когда приходил Самое Потапу На гражданство На комиссию Да Когда уже Когда все документы Сданы Все Все И Потапу Было Всего Четыре Человека Всего Четыре Человека Было А По Замужеству Там Толпа Девушек Стояла Женщина Толпа Там Было Человек Пятьдесят Я еще спросил Я говорю Блин Чего так Много А это Сейчас Из-за Карантина Так Мало А так До Двухсот До Трехсот Бывает Я говорю Да Вы Че Да Говорит И Сейчас Я говорю Все они Гражданство Нет Где-то Вот Из этих Пятидеся Человек Пятнадцать Получит Или Двадцать Остальные Или Какие документы Донести Или Отказ Или Что-то Еще Вот Так А это Говорит Да Не было Никаких Комиссий Ничего Говорит Не было Все Было Либерально Раз 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 Документы Есть ЗАГС Все Вот Так что А Потапу Тоже Было Очень Строго Извините Турецким Языком Вы Должны Владеть Полностью Могут По Истории Турции Спросить Могут Даже Текст Гимна Спросить У Кого Как У Кого Как Вот Поэтому Сейчас Стало Строго Вот Ну Я же Говорю Есть Спрос Есть Предложение Поэтому Они Каждому Не могут Сейчас Это Само Отдать Гражданство Каждому Не могут Отдать В Ноже Если бы Это было Тогда Здесь Я думаю Уже Самих Турцев Пришлось Переселять Куда Другие Районы Вот Эти Районы Не закрыли Самих Турков Пришлось Переселить Оттуда Куда Понимаете Потому что Такое Началось Вы же Знаете Сколько Людей Приехало И для Маленькой Турции Это Огромное Туда Конечно Не Сирийцы Приехали Потому что У них Таких Денег Нет Чтобы Покупать Эти Квартиры Приехали Наши Люди Из Страны Сен-Гер Из Белоруссии Из Казахстана Из России Поэтому Закрыли Все Пришлось Закрыть Другого У них Выхода Не было Потому что Тогда Надо Было Объявить Что Там Только Живут Иностранцы Вот Из Закрытых Районов Вот И Обижаться Не стоит Обижаться Не стоит Здесь Очень Толерантные Я же Говорил Вам Что Мусульмане Они Люди Как бы Так Много Есть Такие Которые Это Всякие Вот Любят Какой Нибудь Такой Бросит Какой Нибудь Это Мусульмане Самый Такой Толерантный Народ Толерантный Народ Мы Если Даже Горячимся Мы Долго Сначала Терпим Мы Сначала Долго Терпим Да Это Мне Кажется Любой Другой Нации Даже Есть Поговорка Русский Бунт Он Страшный И Беспощадный То же самое Про русский Говорят И то же самое Мусульмане Мы Мы Долго Любой Человек Терпение Небезграничное Понимаете Небезграничное Вот Сказали Про армян Да Я вот Лично Знаю Много Вот Баку Да Живут Очень много Армян Живут И хорошо Живут Нормально Живут Никто Им ничего Они граждане Азербайджана Азербайджанцы Вообще Веселый Народ Так же Как и Грузины Веселый Народ Веселый Добродушный Народ Ну У каждой Нации Какие-то Это самые У нас Туркмен Тоже есть Баламут Есть Везде Есть А что Сказать Что Вот Это Нация Чисто Плохих Людей Не бывает Плохих Наций Не бывает Есть Плохие Люди Просто Понимаете У меня Был Такой Случай Даже Томске До сих пор Помню Зашел В один Маркет Это Рядом Со Странным Объектом Было Вот И Вечером На ужин Что-то Я покупал Не помню Уже И Эта Продавщица Говорит А вы Кто По нации Узбек Я говорю Да нет Я говорю Я туркмен Ой Мне Говорят Это Молодые Говорят Туркмены Говорят Мне задолжали Сволочи Говорят Туда Сюда Я говорю Сколько Они тебе Должны Я говорю За них Возьми Пожалуйста Я говорю Больше Никогда Не говори Что туркмены Такие А потом Я узнал Оказывается Они просто С туркмении Они не туркмены Они просто С туркмении Они просто Сказали Мы туркмены И все Вот Я говорю На возьми Деньги Я говорю А зачем Вы за них Рассчитываете Я говорю За честь За честь Рассчитываюсь Возьмите Я говорю Они сколько Вам должны Вот они У меня Пиво взяли То взяли Это Я говорю На возьми деньги. Я говорю, только больше, чтобы разговоров не было. Вот. Любой нации есть. И хорошие, и плохие. Вот. Это не значит, что какую-то нацию надо по каким-то признакам это. Но есть, которые, извините, себя корчат, все вам должны. Есть такие люди, которые считают, что им все должны. Понимаете? Им все должны. Вот. Оказывают услуги должны бесплатно. Оказывают помощь даже не бесплатно. А самих у них попросишь помощь, никогда даже не посмотрят на твою сторону. Никогда. Хотя, честно скажу, я здесь живя в 10 лет в Турции, я, наверное, если 100% помощи от кого-нибудь, если это самое, если 100%, 1% от наших увидели, это хорошо. И то они из Казахстана живут. Вот. С Казахстана. Вот. Из России тоже есть. Ну, 1%, 1-2%. Остальные 90-95% от самих же турков я получил. И моральную помощь, и какие-то там подсказки, где-то что-то это надо. Как бы то, что не говорили. Как бы что-то не говорили. Вот мы написали, что разденут это все. Мне смешно стало, когда я не стал там ничего написать. Вам у каждого свое мнение. Каждый человек имеет право свое мнение. Раздевать везде могут раздеть. Везде могут раздеть. Везде могут. Это не только Турции. Могут и Бразилии раздеть, и в Америке раздеть. Понимаете, это не значит, что и в России могут вас раздеть, без штанов оставить. Вот. Какая разница. Но здесь я же говорю еще раз. Вот. Тоже по городам, менталитеты по городам. В туристических местах там, конечно, мошенников очень много. Потому что среда благоприятствует этому. Шанхай, как говорится. Вот. А в Анкаре что мошенничество тут? Здесь в основном интеллигенции. Здесь даже посмотришь, старичок идет такой, короче. Вот. И таким этим, да, палочкой. Оказывается, это старичок генерал или полковник. Или доцент университета бывший. Здесь вот так вот. Анкара вот так вот. Я вот сколько вот людьми это самое возрастные люди, за годом за 70. Кто-то профессор, кто-то правоохранительная система работает, кто-то каких-то государственных этих. Вот. Поэтому называют Анкару это самое. И они сами говорят, что курортных районов, да, процветает. все искатели, как говорится, вот этих всяких, этих, да, они туда едут. Вот. Они туда едут. Все искатели вот этих приключений всяких, вот этих, мошенников, да, здесь у них называется, мошенников, они называют Доландраджи. Они туда едут, потому что там клондайки, но уже там тоже клондайка нету уже, уже взялись уже. Вот. Но я думаю, что когда все это устаканится, все нормально будет, думаю, еще либеральность еще будет, но уже умеренная будет, умеренная будет, каждый, король, шариков уже не будут пускать, уже будут пускать нормальных людей, очень много у нас из России приезжает нормальные, хорошие люди, вот, которые заработали, извините, и пенсию хорошую, свои работы, своим трудом и потом заработанные эти, и живут они, им не надо никакие склоки, месклоки, то же самое других республик. А вот шариковые дети, которые искатели приключений, так же, как из Турции, туда едут, например, курортные города, так же и из других стран. Туда, опять же, вот, и Анталия, Алания, там курортные места, там больше, как говорят они, открыто, хлеба много там. Вот такие дела, ребята. А обижаться на людей, на государства какие-то, тем более, чужой, другой государства, когда приезжаете, на их закон не стоит. Могут быть разные законы, которые вообще вы даже представить себе не можете. Вот, у меня один знакомый из Сочи, он постоянно ездил в Сингапур, ну, богатенький, да, такой, у него тесто богатый, вот, женился удачно, говорят же, родиться в удачном месте и жениться удачно, вот это самое главное. Он женился удачно на миллионера, дочке, и вот он летал все время в Сингапур. Он все время, говорит, Сингапур, такое место, где отдыхают, кайфовают. И вот он говорил, что говорит, он серьезный мужик такой, он говорил, что говорит, там такие законы, говорит, там вообще пипец, говорит, чучто штраф, говорит, чучто штраф в Сингапуре. Чучто, говорит, штраф там, и не маленький. То же самое в Эмиратах. Вот. Попробуйте в Эмиратах видеокамеры ходить туда-сюда снимать, там 5-10, или Сингапур, или как-нибудь. Нет. Здесь, блин, блогер на блогере. Камеры все чуть ли не в лица людям тыкать, короче, на рынках, везде ходить, там это, вот, наглую такого. И в России не дадут. В России, во-первых, я же вам рассказывал в прошлом ролике, что у нас очень грамотные люди, теоретически все грамотно, практика, это самое. Попробую я камеры где-нибудь, мне сразу подойдут, скажут, а вам есть разрешение снимать, это самое? А у вас есть разрешение на съемку? Сразу спросят. Здесь народ простой, здесь не спрашивают. Здесь поэтому можно и на рынках ходить, снимать, вот, и ходить там парки где-то гуляешь, там я сам снимать. Вот. А таких, это, Сингапур, Эмираты, вот таких странах, вот таких, да, как мы считаем, это красивые, богатые страны. Любое богатство, любой порядок, любое богатство, любой порядок добивается строгом исполнении законов. Всеми. Всеми, без исключения. не определенными лицами, а всеми, без исключения. Вот на той стране и порядок, и все. Когда и депутат одинаковый, и чиновник одинаковый, и простой человек одинаковый. Для всех закон, когда одинаковый и строгий, попробуй сигаретку, вот так, побрось, это самое, иди сюда, тысячи долларов, штраф, следующий раз не захочешь. Как в армии, если кто-то, это самое, моего поколения, многие это были, в армии был такой, один за всех, все за одного. Похороны бичка делали. Вот. Найдут бичок в казарме. Старшина докладывает, командир роты. Вот расположение роты, короче, нашли бичок. Все. Рота вперед. Вот. Пять-шесть километров, марш-пробег, вот. Потом копать могилу, для бичка, похоронили бичок, торжественным маршем прошли рядом с могилой бичка и обратно шесть километров. Все. Вот. То же самое, меня добывало, когда молодые, вот, когда только молодые попали, не приходят, тут, потому что, вот, кружку взял, вот, например, стакан, да, вот так, кружку, да, сержант берет, вот так вот, компот, холодный компот, там, держит рука, к приему пищи. Стоят пять человек здесь, пять человек там, первый, второй, компот, все, все. К приему пищи. Но ты не должен, все готовятся уже стоят. Приступить. Он холодный компот, ты должен быстренько, это самое, вот. К приему пищи закончить, все, все встали. Ты наелся, не наелся, ты успеть должен, и первый, второй, и все, все. Да, было так. Вот. И некоторые карман хлеб суют, короче, не наедается же. Ну, все, карман оттопыренный стоит, иди сюда. Хлеборез, хлеборез вызывает, буханка хлеба, ему в руки, и расположен ротой. И он должен ходить с этим хлебом, кушать, этот хлеб. И за это время, пока он кушает, рота делает, отбой, подъем, 45 секунд, отбой, подъем, отбой, подъем, отбой, подъем. Знаете, сколько надо, пока он кушает, сколько раз это отбой, подъем делает? После этого все нафиг. Один за всех, все за одного. И все контролируют друг за другом. Вот. То же самое, и чистотой, не дай бог, кто-нибудь бичок. Знаю, что надо бежать, хоронить этот бичок. Так же вот и в жизни, понимаете, когда будет, когда все люди будут заинтересованы, все люди за порядком, за соблюдением закон, тогда все будет хорошо. Все будет хорошо. Вот. здесь, вот я вам показываю, парки, чистота, все-все, красота, все, да. Это тоже добивается, добивается тем, что не столько вот, например, люди сами не это не могут, мусорят еще как, ой-ой-ой. Просто там каждый убирает, каждый дворники там. Рано утром идешь, вечером гуляла молодежь, там стаканы лежат, бутылочки, баклажки, все такое это. И вот уборщики, дворники с утра идут, убирают там все. И охрана, днем и ночью, там 20-7 часа в сутки, охрана, там, чтобы розы не срывали, ничего. Вот так вот, или вот так, или вот так. Вот. Так что, здесь законы такие, что соблюдаешь и живешь спокойно. Не соблюдаешь, а мы же привыкли как обходить. Мы всегда любой закон ищем, какое-нибудь дышло, чтобы как-то обойти этот закон. Но здесь это не получится. Это не получится. Здесь турецких чиновников обманут, чем днение не получится. Очень такое это дело. Я сразу, это хлопотное дело. Это хлопотное дело. Вот. Поэтому здесь надо же тихо, мирно. Отказали бы на же, не надо там идти, кому-то переплачивать там, да я тебе сделаю ту визу, да я тебе студенческую. Столько этих помогает адвокатов, кавычках, у нас. Это нечто. Их много. Не надо. Определенное время вышел, через сколько надо зайти, заехал, по новой подал. И все. Уже на другой тип вынежи. Если по одному типу вынежи мы поверили, что сказали, протестуем, все сделаем, там через суд. Турция прекрасная страна, я еще раз хочу сказать. Просто здесь сейчас вот такая обстановка, что многие обижаются, вот почему на телефон, на налоги такие большие, 20 тысяч. За эти деньги, да, здесь можно хороший Самсунг купить две штуки. Две штуки Самсунгов можно купить. А без разницы, любой телефон, даже старенький, вы завезете, это самое дело, тут через определенное время, она через три месяца закрывает, три или четыре месяца. Блокируется, все, телефоны работают. А так разблокировка 20 тысяч. А для чего это делается? Чтобы покупали свои телефоны здесь. Или тоже есть какие-то такие, что для одного раза, мне кажется, там делают какие-то скидки. 20 тысяч. Сейчас на все налоги подняли, на все налоги подняли. И такие страховки для граждан тоже страховки подняли. Очень это самое страховки. Потому что сейчас денег, абсолютно денег на все надо. Потому что вы правильно написали, вот это после землетрясения столько еще денег надо, это сотни тысяч домов надо восстановить. Восстановить надо. Людей надо заселять. Это извините, нелегкая задача. Большинство людей, вы правильно написали, контейнера продолжают жить до сих пор. Их надо все. Это еще мне кажется минимум года два еще надо будет. А откуда деньги взят? Только налогами. Налоги только, увеличение налогов, пошлин. так что и для самих турков тоже и налоги и все увеличилось. И автомобильная страховка увеличилась сейчас. И медицинские страховки увеличились. Вот я недавно пошел заплатил 4 с чем-то по-моему. У меня за два месяца по-моему задолженность была. я почту искал 4 250 я сразу заплатил и все. И сразу мне в этом написал актив. За машину у меня маленькая машина, но все равно сейчас налог у меня я заплатил за тот год и за этот год заплатил 450 лир. Очень маленький у меня налог. Вот такие дела. Всем доброй ночи, хорошего настроения, берегите себя, пока. пока.